Вашему вниманию передаем слово нашим комментаторам. Хотелось сказать, что все хорошо. Для Астралис начиналось с N3 кило, но потом два минуса Криджей и Некс делают. Ну и уже потихонечку мы видим, как Атака берет карту под контроль. Отличные минуса от Некса. Великолепно раздает. Трипл килл под занавес раунда. В итоге он оформил квадро. Великолепный врыв Некса. Мы видим, все улыбаются. Аналитики в студии. Все хорошо у нас сегодня. Ну вот по всем заодно пробежались. Аналитика уже анализирует. Игроки играют. Ну а мы с вами комментируем. Напоминаем, что сегодня два последних четвертьфинала будет разыграно в рамках E-League. Конечно же это Counter-Strike и Global Offensive. Кто еще не понял. Ну и в принципе второй матч будет после небольшой паузы в 5 утра. Сравнительно небольшой. Да, в 5 утра уже вместе с американским телевидением ворвутся те самые Slam и Strike. Кто соскучился по старине Игорю и Юрию, обязательно заводите будильнички. А лучше вообще не ложитесь спать. Да, тяжелый будет для ребят матч. Но очень интересный, потому что Virtus.pro и Nib, знаете, это, как по мне, те команды, которые могут и выиграть этот чемпионат. Но об этом пока что лишний раз не будем говорить. Еще будет неделя полуфиналов. Еще может быть Na'Vi проснутся и Fnatic восстанут, как говорится. Но для этого нужно посмотреть этот финал. И этот экораунд. Все-таки ЦЗШки, скаут. Может что-то получиться. Очень аккуратно играет MoSports. Это их стиль. Вспоминаем сразу же Flipside, кто больше за нашей сценой следит. Ну и MoSports. Это вот их излюбленная тактика разыгрывать на Верочку и на Мираже, на Кэше. Вот вся весь этот стиль прослеживается. Да, при этом можем отметить с самого начала раунда. Датчане отпустили Upland. Могло даже показаться, что MoSports ломанулся в пустой B. Но нет, все-таки успокоили немного пыл. Стали, прохолдили его. Теперь уже в среднем тайминге действуют через центр карты. Но все-таки, судя по всему, именно под B вот таким нехитрым спид-выходом. Ну и соскучились мы уже, наверное, за полным составом Astralis. Тоже хорошо, что все на своих местах. Зоник тренирует, парни играют. И, в общем-то, будем наблюдать Astralis, по идее, во всей своей красе. Конечно же. Ну и MoSports также, которые команды не очень уверенно сыграли на Меджере. Я думаю, что одни, что вторые должны показывать вот свою мощь и немножечко реабилитироваться перед собой и своими фанатами. Довольно простой раунд только что был. Вы все сами видели, не угадали, Astralis направление выхода. MoSports выходит в пустую точку. Ну и, в принципе, наверное, будет закончен раунд без единого выстрела. Да, датчане в полном составе сейвятся по дако в раме. Тем же самым занята и команда MoSports. Для тех, кто вчера смотрел поединок Na'Vi Cloud9, там все примерно в той же манере начиналось. Клауда халдили, очень жестко отыгрывали поначалу. Но, опять-таки, было три карты, были допы. Надеемся, что и сегодня будет что-нибудь любопытное. Опять-таки, соскучились мы за Кьербаем, из-за правил. Он пропустил все-таки мейджор. Проблемы со здоровьем были у Дюпри. Это, наверное, вот первое по-настоящему боевое крещение после такой продолжительной паузы. Да, действительно, хочется уже посмотреть на ребят в каком-то пике формы. Но, возможно, до этого еще рано. Посмотрим, ребят, что будет дальше. Пока что напомним, кто откуда. Ну, Астралия все издания. Здесь чисто датский состав. Крис Джей, это уже Маус Спортс, капитан команды Голландии. Нидерланды. Некс, Спиди, Деннис. Это, конечно же, представители Германии. Ну и Ника, боснец, боснигерцеговина. Да, очень жесткий Ника. Этого парня знают все. Опять-таки, от его действий зачастую зависит результат команды Маус Спортс. Мы помним Эйс Дигла. Вот последний раз Хэппи, я помню, на Банане еще во времена Инферно давал Эйс. Ну и вот Ника буквально-таки в рамках Ласченса сделал тоже Эйс. Ну, на последних мейджорах этого парня можно выбирать и как воина, ну и, конечно же, как Клатчера всегда попадает в топ-2. Очень стабилен по этому показателю. Ну и, конечно же, вообще, как огневая мощь команды серьезная, даже когда вся команда в минусе, он частенько в плюсе. Опять же, его мощные пистолеты, Клатч, мы уже сказали. Ну и, в общем-то, понимание игры у парня очень хорошее. Ну, не знаю, многие говорят, что вот все-таки один из самых перецененных сейчас игроков, потому что вот многие на мейджоре от него ожидали больше. Да, на мейджоре действительно Ника не показывал свои привычные игры. Но если вспоминать ту самую сетку Ласченса, Ника там напомнил вновь о себе. Напоминаю, Маузабы играли фейс. Там, опять-таки, было три карты, допы. Вообще, и лига радует действительно яркими качественными матчами. Где-то, конечно, не хватает бразильцев, но, в общем, все хорошо. Да, да. Ну, все-таки дуэль снайперов будет великолепная. Девайс против Крис Джея. Ну и, опять же, у команды Австралии схватает ребят, которые могут пострелять. Это и у Мау Спортс тот же Ника сам может взять этот девайс. Но пока посмотрим. Принимается яма, но все-таки мы видим, бомба уходит на Б-плэн. Пойдет инфа от Керригана. Может быть, кого-то и подрежет, но нет. Крис Джея великолепно работает. Ника в яме. Ну, просто растянули по всему миражу. Сейчас остались, и это будет 3-0. Ну, а дальше, конечно, начинается самое интересное. Ой-ой-ой, экзипникс неплохо сейчас проявил себя в качестве снайпера. Обычно мы вообще не видим этого парня с АВП, но, видимо, со скалтом ему все-таки попроще. Два попадания. Даже вот третий раз прострелил уже в центре карты соперника. И вывесовывается весьма неплохой раунд в плане разменов. Так, ну, а я вот пока что продолжаю анализировать игроков, их форму к этому матчу. Очень, если честно, понравился Деннис в последнее время у Мау Спортс. Как-то вот постабильнее стал играть этот парень, и фраги все чаще появляются. Ну, и вообще его значимость в команде, по-моему, растет постоянно от турнира к турниру. Ну, и, мне кажется, уж того, кого его не должны набривать из состава, вроде бы все хорошо. Ну, да, Мау Спортс – это одна из тех команд, вокруг которой постоянно там тонны слухов, замены, нет результатов. Ну, как мы видим, уже в четвертьфинале и лиги эти ребята. Опять-таки у нас традиционные вставки из Твиттера. Все смотрят в разной атмосфере Counter-Strike. Вот мы видим. Кто-то в машине смотрит, кстати, вот это у кого-то фургончик такой. Все серьезно оборудовано. Киберфургон. Киберфургон, да. Ну, а поехали, ребят. Есть скаут, есть ТВП, и три МС-ки у команды Астралис, и какой-то быстрый выход. Четыре яма. В яма, там же бомба также выходит, и один ковры. Это будет Ника. Просто тайминговый. Возможно, без единой гранаты, хотя закупились очень плотно. Нет, пошел дым. Ой, Ника, Багдад устроит. Просто по двои сейчас залетает Молотов, но тут же дым. Небольшой размен, но уже успели дать Молотов на Дулфана. Мне казалось, и дым туда также пошел. Но нет, он был в районе голов и джангла. А второго-то не ждут абсолютно. А Керби тут может пройти сейчас очень серьезно. Видит одного, видит второго, но там только дуло. Next. Не дали, не поняли, откуда вообще пошло. Ну, все-таки слишком, по-моему, рискованно сыграли Маузак. Риджей пытается отработать сейчас всю эту ситуацию. Кстати, посмотрите, что происходит уже два в два. А если бы Крис попал в Дулфана... У него есть еще шанс, а вот и попадание. Кзипникс последний, снова со скаутом. Ну, по-моему, летучий голландец вместе с Никой делают просто чудеса в этом раунде. И казалось, уже все закончено. Но нет, это Криджей, это Ника. И Кзипникс уже уходит просто на сейв. Понимаем, что пока что первая карта уходит из рук команды Астралис. Мауза показывает мощь. Два в четыре, к слову, выиграла команда Моу Спортс этот раунд. После... Опа! Фраг подъехал. После феноменального врыва от Кьер Бая мы думали, что уже все. Пиши пропало, но вот он Крис Джей вытащил. Ну что же, ошибка от Моу Спортс. Тем не менее, раунд закончен победой. 4-0. Но немножечко их пощадили сейчас Астралис. Хотя, опять же, ребята тоже вот очень плохо чекали. Хотя в дымах все это было в динамике. И не так уж и просто. Для меня в этом матче, может, значит, игра закончится 2-0. Как за одну, так и за другую сторону. Многие говорят о возможных трех картах. Но, если честно, вот уж очень много вопросов было после мейджора. Я уверен, там проделана хорошая работа от одной от второй команды. Поэтому давайте посмотрим первую карту. А уж там какие-то будем делать ставки. Сегодня реально крутой, интереснейший КС. И первый, и второй матч. И у кого есть время... Да, тут вообще шесть карт. Все на допах могут быть. Команда уже сильнейшая и сильнейшая. Добрались, действительно, ждем супер врывов. Ну, действительно, то, что дисквалифицировали ИСКА, конечно, я думаю, все понимают, большой минус чемпионату. Да, большой плюс в плане дисциплины. Но большой минус, так как лучшая команда мира, которую жаждет увидеть все и жаждет обыграть все, ее не будет на чемпионате. Я думаю, сами бразильцы очень сильно расстроились. Ну, что поделать. Ну, тем не менее, есть все-таки небольшой период для отдыха для команды ИСКА. Сегодня, кстати, прошла новость. Они остались без тренера. Зевс решил возобновить карьеру игрока. Присоединился к молодому команду из Бразилии, к Имморталс. Так что совсем скоро, возможно, мы его увидим уже в новом амплуа. Ну, это очень интересно. Но об этом тоже все-таки стоит подождать. Пару-тройку месяцев, может, и больше. Как парень наберет форму. Но все-таки можно вырываться, если есть мозг. Это уже показал нам тот же Зоник, тренер команды Астралис. Опытнейший игрок, вот, имея небольшое количество часов в CSGO, просто тащил клатч и, на самом деле, показал приятнейшую игру. Ну, в это время заканчивается вот эта попытка форса. Вот мы ее даже не комментировали. Ну, вы все прекрасно и так понимаете. Видите на своих глазах все эти моменты. Лишний раз просто не нужно комментировать картинку на экране. Абсолютно простой раунд. Астралис просто не лезнен, а рожен с девайсами. А все остальные, ну, в попытке размена, как мы видим, справились только с одним игроком MoSports. Что же касается атаки, пока все как по маслу. Вот особых проблем не возникает, за исключением вот той засады под балконом. Ну, в принципе, тоже ничего страшного не произошло. Да, конечно, хотелось бы пораньше набирать раунды в защите, потому что, в принципе, можно очень неплохо защититься и набрать много раундов в Вороне. Ну, в общем-то, MoSports все-таки команда дисциплинированная. И, по идее, эти ребята будут показывать нам такую действие не суперкрутую, но все равно вязкую и такую очень сложную атаку. Немногие команды любят такой стиль там до последней секунды. Ну, и пока что вроде какая-то пауза намечается. Ну, у Креже это минимальные проблемы. Обычно, когда приносит телефон, это означает, что игрок перезаходит в КС, ему нужно ввести аутентификатор. И, судя по всему, именно в нем сейчас загвоздка, небольшой технический тайм-аут. Ну, да, точно не смс-ка пришла к Риджею. Админ, слушай, тебе смс-ка нужна. Пауза, пауза, останавливаем. Срочно отписаться. Да, нужно вернуться. Ну, выглядит, к сожалению, такое тоже случается, даже на супермировом уровне. Ну, и пока начало очень спокойное, очень уверенное в исполнении MoSports. Ну, а блокнотиком по голове все настроил. Датчане пока что, пока еще даже не проснули. Ну, мы особо и не видели Датчан. Был только один девайсный, который, ну, в сумбуре, куча смоков. Очень скомканный раунд. А все остальное то сейвят, то просто засада ВА, Маузана Б вышли пустое. В общем, да, по сути, больше бегали там в Фарсирис, чем играли какие-то важные раунды. Действительно, только пистолетка, только один оружейный. Ну, и мы в ожидании продолжения этого матча. Но все-таки раунды-то заходят в MoSports. Так уже и 10-0 будет, знаешь, совсем скоро. И очень даже быстро. Поэтому не стоит расслабляться и нужно сразу же включить напряг. Так, давай, интересно, о чем говорят сейчас. Варианты развития событий при занимании центра, судя по всему, нам рисуют. Что прям куча позиций, куда можно ворваться, засплитпушить. В принципе, все понятно, что мидл – это очень важная часть карты. От нее можно отталкиваться, за нее нужно биться. Ну, просто вот интересно, о чем начали говорить. Мы бы с удовольствием поддержали бы всю эту беседу и, конечно же, все эти штуки. Ну, какой-то раунд непов нарисованный, когда вот непы доходят до апдауна, оставляют им игрока и потом просто на шифтах возвращаются сюда вот в яму и ковры. Ну, от MoSports мы не видели еще такой красоты сегодня. И, имея игрока уже в тылу врага, как говорится, чуть ли не в окне начинают атаку на аплент. И, в принципе, это очень эффективный раунд. До сих пор многие команды им пользуются, и он очень такой интересный. Но там есть, конечно, свои нюансы. Чтобы до него дойти, там нужно и с центром справиться, и кучу дымов там набросать, и поджим законтролить, и подвал там проверить желательно, чтобы не было какого-то контур-пуша от защиты. Ну, и, конечно, нам показали все основные места, как должна, по идее, агрессивно работать защита. Это, возможно, вот, кстати, наши американские коллеги говорили о том, что пока мы видели очень зажатый стиль от датчан, вот ничего такого вот, чего мы ожидали бы от про-коллектива. Обычный какой-то матчмейкинг. Сели глухо в апленте, там один оружейный раунд. Ну, и, в общем-то, ничего пока что сверхъестественного не было. Ну, и не было, на самом деле, возможности себя еще реализовать как-то в агрессивной защите. Ну, и поехали. 5-5, пора просыпаться. Удачи командам. Да, тут Крис Джей пытался взять БК за рога, тянул на себя одеяло очень активно. Но с АВП там чуть ли не под Б уже выползал. Но, опять-таки, Смоук ему немного поломал планы. Стоит подметить Керригана в окне. Вот обычный, классический дефенс от Астрали. С АВП в окне, Керриган. Все как в старые добрые времена. Вот я не люблю играть против таких команд, как Маус Спортс. Очень вязко. Частенько вот каждый друг друга прикрывает. Там максимум ходит ника один. И вроде бы ты понимаешь, что если показался один-второй, это уже будет точно какая-то сплит-атака именно на этот план. Вроде бы их легко читать. Но вот этот вязкий стиль и постоянное перекрытие друг друга очень много пользы приносит. Но есть все-таки антрекил от защиты. Какая флешка хитрая. Пропустил вейфплент. Не законтролил Спиди. Ну же, фраги, экзипник, соберись. Да, просто развалили его. Там еще Денис как-то умудрился дать минус. Но, тем не менее, борьба продолжается на точке. В большинстве Астралии остается Спиди и Крис Джей. Но Крис Джей еще может здесь настрелять. Но все-таки с АВП не очень комфортно. Уперся в спину своему тиммейту. Но обеспечил минус. Ситуация один на один. Прошла инфа, что красный. С одним хп. Браво, Крис Джей. Я вот смотрю, как он начинает эту встречу. Этот голландец тоже как-то слишком круто начинает попадать. Просто попадает все. Ну, Крис Джей у него или все залетает, или ничего. Мы знаем, что он опытный снайпер. Но все равно для нас он более позиционный. Но в этом году он все быстрее и быстрее. Как для меня от чемпионата к чемпионату. Ну, или мне так кажется. Ну, ты помнишь, как этот раунд начинался? Он с АВП под Б1 шел. Ну, я вообще в общем-то говорю. Знаешь, он как-то вот просто апгрейдится от турнира к турниру. И казалось, там и так 15 лет играет. Так все равно он находит себе силы постоянно улучшать свои скиллы. Это здорово. Например, у Фокса мы такого не видели. Он как был более закрытым снайпером, так и остался. Вот получите. Зипникс отлично в прыжках. В стиле колд зеры разбирается с первым. Но дальше атака захлебнулась. Просто откидал все гранаты датский игрок. И пока что второй волной пойдут ноуза. Что же, уже мы видим у Некса 50% здоровья. Не удалось как-то тут агрессивно проявить себя под базой Б мышкам. Ну, а Астралис, отдав уже такую серию раундов, могут закупиться. Хотя, конечно, по гранатам все плохо. Два смока, две флешки остается к минуте 10. Нам нужного парня показывают. Вот чисто им здесь будет. Идет уже на стрельбу. Даже вот никакой особо жесткой идеи нет. Возможно, по отсадку. Либо уже реализовали. Извините, ребята. Как никто не чекает. А все спиной к нему. Но это подарки. Киер, бай. А как-то... Хоть режь его. А что это такое? Что это такое? Да подожди. Тут надо воспользоваться ситуацией. Пристроился, пристроился. Понять, где все остальные. Вот все-таки забирает одного. Пытается сразу выйти, прочекать, что же здесь на точке. А здесь... Ну, вот не читается слева парень. Но его Ника все равно... Какой он жесткий жут-то! Не читается для нас с тобой. У Ника все понятно, все просто. В этом кейсе Керригана зафлешили уже дважды. Но это лол. 5-4 оставались Астралис. И банально отпустили мидл. Просто прошел Ника и настрелял. Это еще повезло, что его прострелом убили. И все равно какой-то сложный фраг. Ника убил в окне парня, в сэндвиче убил. Ника тут сделал максимум. Ну да, и мог выжить, потому что там уже жестко высадил Керриган. Через ящик его зацепил. Минус от Крис-Джея. Ну и вот второй раунд подряд Моуза показывает, что ничего страшного. Если эндри килл у соперника, если второй ничего страшного, мы тащим. Ну в этом раунде сами Астралис, конечно, натупили жестко. Ладно, вы отпустили мидл, но блин, коннектор. Как у меня подгорает, когда вот ты сидишь там на какой-нибудь Делпане с ВВП, а к тебе заходит... И это типа уже 10 секунд у тебя за спиной стоит и решает, как тебя убить. Да, 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 как тебя убить, как тебя подрезать. У меня просто от таких моментов подгорает. А когда это происходит в профессиональной команде, ну, видимо, что-то случилось. Новичок команды говорит, пацаны, 10 лет вместе, как так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это издевательство над тиммейтами. Я не знаю, кто... Наверное, что он сам и должен был смотреть этот коннектор. Он, походу, был в окне, должен был сместиться, смотреть из джангла. Ну, мы видим. Пауза уже у датчан. Безусловно, уже 7-0 счет на экранах. Пора бы как-то задуматься о своей обороне. Напоминаем пик именно команды Астралии сейчас. Согласитесь, происходит какой-то бред просто сумасшедший. Вот эти последние два раунда в меньшинстве. Ладно, предыдущий, но последний раунд это... 5 в 4 и забыли про центр. Ну, как-то да, отдается центр карты. При этом Ника постоянно один ходит. То есть можно ждать, что где-то будет Ника соло действовать. Ничего жесткого не показывает Мауза. Вот просто тимплейно, собрано играют в каждом раунде до конца, не теряя концентрации. Ну и, конечно же, снайпер команды. Он же капитан Криджей. Просто фантастику показывает. Ну, а это легендарный Зоник, тренер. Можно сказать, тренер-игрок. Я бы, конечно, хотел его видеть как игрока. Ну, опять-таки, уже на двух крупных турнирах видели мы уже Зоника. Действительно, он не подводил команду. Кстати, вспоминая про первый крупный турнир, это была именно Элига, групповой этап, когда не смог один из игроков посетить турнир. И Зоник помог команде выйти из группы. Прошел группу на Элиге, прошел группу на мейджоре. И сидит в пресле тренера до сих пор. Да, я просто вообще удивляюсь, как так может происходить. И тренирует, и играет, и, конечно же, пропустив очень многое. А если еще пару часов, там, тысяч набить, то я думаю, этот Зоник был бы как старые добрые времена. Но, слава богу, есть молодые, задорные, попадающие игроки. И, в принципе... Сегодня пока не особо попадающие. Да, согласен. Сегодня промахивающиеся ребята. И, если честно, пока что Астралис выглядит, как какой-то датский микс. Там, четвертая-пятая команда страны. Микс страны. Ну, в общем-то, пока что действительно... Да, это довольно забавно, потому что на мейджоре они выступали миксом 3 плюс 2. Напоминаем, Глейв полетел вместо Кирбая, потому что по правилам нельзя. У Дюпри были проблемы со здоровьем. И парни вышли в топ-8 мира. Ну, кстати, вот на мейджоре моя золотая медалька PXM Challenge ушла вот на ставки Астралис Дигнитас. Потому что я почему-то посчитал, что все-таки это самый первый и самый классный шанс у Дигнитас перевернуть своих вечерних соперников. Но не сегодня. Когда и две замены. Но вот эта третья карта 16-14. Два раунда, 2-4 в 2, которые отдали Дигнитас. Не хочу вспоминать вообще. Ну, и Астралисом только можно поулыбаться и поаплодировать. Потому что, ну, вообще, как с таким количеством проблем в команде проходит в плей-офф мейджора. Ну, вот на мейджоре показали, а вот что-то в четвертьфинале лиги не идет. 7-0. Закуб мы видим так себе у Астралис. Но, тем не менее, 4 девайса, 3 обычных. И фарм-машинка у девайса. Я пока что поражен, как замкнуто, как зажались Астралис. 4 Аплэн только что было. Четвертый был только что вот на Длупане. Секунд 10. И только сейчас он начинает смещаться в окно. Уже по таймингу атаки. Ждали выход очередной от Маузов. Простой степом из ямы, либо под маломальскую раскидку. Этого не произошло. Хотя тут больше Мауза собирают информацию. Ждали поджимы с Б. Подвал смотрели. Мидл смотрели. Ковры поджим смотрели. Яму поджим смотрели. И просто вот 50 секунда, это вот 45, это любимый тайминг для ретейка, либо возврата у Маузспорта. Вот в эти секунды происходит ретейк Мидла за атаку на кэше. Ну и вот уже начинается тоже ретейк Мидла здесь. Но это больше на фейк похоже, потому что пошел размен. Минус от Ника. И пошел Аплэнт ямой ковры. Ой-ой-ой. Снова, как мы видим, два под балконом прятались. Но в этот раз пропалили. Хотя хедшоты делают свое дело. Вот и первый раунд. Особо вроде бы ничего не меняли, но получилось. Какой-то жесткий провал, как по мне. Мне показалось, что Джангл не успевал холпануть. И по идее парень, который прыгивал с ковров, должен был забирать двоих. Ему должны были точно сказать, что двое под коврами. Но он прыгал вот с такой уверенностью, что там второго нет. И либо просто спешил надеясь там развертеть первого и второго. Ну ладно, 1-7. Первый раунд для датчан. Наконец-то заходит. Деньги по-прежнему просто нулячие. Но зато есть и гранаты, АВП и настрой на победу. И вот и агрессия. Наконец-то пошла игра у нас. Ну что же, Керриган с АВП отрабатывает центр карты. Тут же мы видим 4 игрока. Какой досадный промок. Кирбай должен страховать своего капитана. Но где же чек, лол? Это провал. Там даже не близко. Уже бы играли 5-4. Вот от Керригана такого мы пока что не ожидали. Не попадает этот парень. Ужна хилпак зипниксу в кище не двое. Это не очень здорово. Кирбай не дожимает Крис Джея. Я больше верю в старого девайса. Вот СВП. Кирбай минус Денис. Спалил Крис Джея. И уже довольно такая неплохая вроде картинка. Но бомба стоит. И в меньшинстве с живым Нико. Это может быть и проблема. Нико великолепно между смоками спрятался. Датчане. Два ствола в центре. Будут ждать своих тиммейтов. Но скорее всего будут ждать дымы. Для начала. Вот только сейчас выходит шорт. И будет выбивание. 2 плюс 2. 2 кухня. 2 шорт. Смотрим. Нико. Опа нашечки. Это Нико. Как он мансует. Как он. О, если бы забрал второго. То раунд был выигран. Ну, Некс. Смотри. Оформил фраг по Керригану. Дюпри великолепно чекает угол. 1 на 1. Бомба. Все это время стоит. Нужно начинать дифьюзить. Знает, где находится Некс. Дает ему флешку. Четко сработал. И все-таки это раунд за Моузами. Доля секунды оставалась до дифуза. Трипл килл от Некса. Отличная атака на самом-то деле. Бедный Кзипникс там, наверное, был в шоке, когда с шарта толпа выбежала. Ну, опять же, возвращаемся в начало раунд. Керриган, коннектор, выстрел. И там даже не близко было. Вот. Как для настрельной позиции снайпера. Обычный выход из коннектора. Ну, там ты либо со ступенек выходишь, либо там чуть выше с бортика. Банальный промах от Керригана. Просто не попал. И стал классно. И правильно выбрали момент для этой атаки. Но просто не попал. И справляется сразу же Керриган моментально. Правда, вот и рисковал, шел на второй выстрел. Тем не менее, все хорошо. Есть энтри. Вот так и нужно было в прошлом раунде. Дал бы энтри. Как раз бы вот не было этой ситуации один на один. Да, этого фрага не хватило. Не пробежали, в принципе, и в шорт при таком раскладе. Не, пробежали. Они был дым на восемь на старт. Все там было четко. Как он? Криджей, конечно. Вот именно снайпер с мозгами. Знаете, вот есть там с реакцией вот такие ребята. А этот именно вот он с мозгами. И все быстрее и быстрее как-то по реакции стал попадать. Ну что же, Керби, будет ли рисковать чекать мидл до конца? Спиди, конечно, по тонкому острию сейчас ходит. Боком. Дюпри поджал сковров. Он уже в террорском респауне. По идее, уже давал информацию, но это все поздно. Минус от Спиди, минус от Криджей. Ну, девайс. Вот он, девайс АВП, наконец-то. Молотов заставляет его идти до конца. Мы видим, Дюпри на террорском респауне уже сейвит. Какой-то карточный домик, а не обороны сейчас у датчан. Действительно, вот нельзя сейчас так на профессиональном уровне, вот на такие стрики нарываться, вот так вот отдавать серии раундов, потому что соперник тебя уже вряд ли отпустит. Это четвертьфинал, это серьезная игра, это серьезный соперник. Это команды мировой десятки, это очень сильные коллективы, это очень опытные игроки. Ну и уже здесь серьезные ошибки будут серьезно караться твоими соперниками. Ну что же, пока Мираж действительно в одни ворота. Датчане так и не приспособились к этой атаке. Моуза и Вай в Бэй в центре. Везде очень серьезно напрягают. Нам вот показывают дым, который помог сейчас. Немного команде Моу Спортс. Ну, Раши через шорт заходят. Он показал два дыма, которые, это даже два раунда назад, дым на старт, дым, который отрезает вот выход, и просто стрельбу тебе по спине, когда ты идешь по шорту. Но тогда из окна не попал Керриган, и просто ребята пролетели через шорт, и уже тогда у них все получилось. Но тут даже не в этом вопрос, я не знаю. Тут даже не нужно ничего рисовать. Моуза, в свою очередь, за атаку какого-то суперкосмоса не показывают. Это такая простая и очень простенькая игра, можно сказать, типа от инфы даже. По ним просто не попадает, на самом деле, в каких-то моментах. Команда Астрали, нам вот выводили таблицу со статистикой. Один к Ерби, там, 10 на 10. У всех остальных, там, 5 фрагов за 11 раундов уже. Ну, куда? Так, а вот тут что-то интересное намечается. Первый раз вот они так вот довели двоих игроков до подсада. Завели одного в коннектор. Здесь Денис, на самом деле, по-моему, поспешил с этим выходом, потому что, посмотрите, бомба только в террорском респауне. Она только смещалась. И он там должен был секунд 30 жить в коннекторе, но, видимо, рассчитывал на фраг. Посмотрите, Некс, Ника разбираются, читают экономику, прекрасно все понимают. Да, отличная стрельба Ника. Все-таки Дюпри не смог обеспечить даблкил. Это был единственный кольт у Дэчан. Ну и в итоге Кирбай, Зипникс, два пистолета без арморов, два в четыре. Ну, это какой-то фантастический должен быть раунд. Бомба пошла назад. Инфа есть. Мне казалось, просто побаивались поджимы со спины там с Б ковров, но теперь была инфа по данному игроку в точке. И, в общем-то, бомба снова перемещается на Б. Вот не то что на 100%, на 1000%, на верочку разыгрывает Моу Спортс даже при счете 9-1. Даже, понимая, что ситуация 4 в 2 и у соперника пистолеты, они все равно, их боятся, перетягивают бомбу и делают так, чтобы ни малейшие ошибки и шанса не было у их соперника. Потому что Моу Спортс уже неоднократно наступали на эти грабли. Стоит чуть-чуть расслабиться, отдать там какой-то еще 12-3, может, будет камбэк. Поэтому мышки за каждый раунд, мы видим, борются и, кстати, практически не теряют игроков. То есть денег очень много. В принципе, понятно, почему Деннис отдавался. Все-таки старались быстро играть против слабой экономики. Скорее всего, понимали, что пистолеты и где-то рискнули. Ну и, в принципе, все было оправдано. Всего лишь одного игрока потеряли. Все шикарно и просто очень круто. Правда, наверное, нам с вами не очень весело, потому что мы смотрим такой вот односторонний пока что каунтер-страйк. Причем мы ожидали равная игра. Здесь какое-то убийство датчан в исполнении Моу Спортс. Это оружейный раунд, ребята. Ни одного дыма не было. Что делала защита только что? Они втроем пытались выйти в центр и перестрелять. Типа на контрагрессии. При этом вы видели, атака, по-моему, ни одной гранаты не сделала на мид. Да, это просто мясорубка на самом деле была. И одни и другие вышли в чистое поле, как средневековые рыцари. И дали бой. Если в окне лежит мертвая АВП, это вообще полный провал. Может быть, сейчас увидим Дюпри, мы видим. Я просто, извините, ребят, пропустил момент с закупкой команды Астралис. Даже если было, его там убрали очень быстро. Ну, буквально там 2 секунды, минус 3, все. Так засмотрелся на Маузов, задумался о гранатах, о том, что они сейчас делают. Пропустил этот быстрый врыв на мид. Честно, в такой стадии казалось, что именно Астралис уже должны были выходить на контроль. Я бы уже побаивался. Нет, они просто вылетели и пошли рубиться с шашками на голову. И получилось снова. Ну, стоит подметить, была уже тактическая пауза у Астралис. На счете 7-0 они взяли тайм-аут, выиграли один раунд после этого. Но праздник был недолгим. Все, команда Мауз-спортса выходит на пустой аплент. Дюпри и Кзипникс. Ну, это такой, это датский КС, это датский стиль. Просто выбирают один аплент и рассчитывают на то, что соперник придет к ним. Ну, такое бывает и в ситуации, когда 5 игроков живых. Еще сам Зоник любил на втором Дасте 5 игроков на аплент притащить, если нави ломали и ломали этот шорт. Ну, тут нужно, я не знаю, какие чудеса стратегии проявлять, какие слова подобрать для команды Астралис, чтобы они начали все-таки огрызаться. И пассивно сидели, и вот подрали из-за центра карты. Ничего не получается абсолютно. Если честно, я как-то приятно удивлен такой хорошей игрой от Мауз-спортса. Очень действительно качественная, все четко. Причем, ничего сложного они не делают. Какие хорошие прострелы, минус Адспиди. Бэтлак уже какой-то, Экзипникс, даже не пошевелился, видимо, не рассчитывал, что доведут прицел. Ну, все, кухня в крови. Астралис? Ребят, мы пока что не видим именно тимплея в их действиях. А тут даже не то, что тимплея нет в защите. Вы видите, что иногда там заходят такие раунды, когда отдается коннектор. Например, в начале раунда, когда почти все живы просто заходят, какой-нибудь дико убивает. Не было, кстати, АВП, просто все с кальтами были. Ну, вот тоже вопрос. Не хватило денег, наверное. Если поджимали, то, по идее, вы должны были делать это желательно пройспаун. И, наверное, желательно тогда нужно было применить подвал, поджим шерта, но не вот эти три девайса, которые вылетают на мидл. По идее, атака грамотная дает всегда там и флешки, и дымы, и проверяет все это дело. Ну, хотели удивить, но удивить не получилось. Пока что все под контролем. Моузов пошел, Молотов под ковры, очень четкий. Здесь, опять же, по экономике работают Мау Спортс. А тут просто разрыв продолжается. Мы видим удачан снова беда с закупом. Там пять пистолетов, причем парни с арморами успели получить свой свинец. Пидин уже слишком нагло действовал. В итоге к эрригам повесил хедшот. Ну что же, разбирают на запчасти сейчас датскую смерть-машину. Они сейчас выглядят, как котятки какие-то, которые просто ничего не могут сделать против этих злобных. Это даже уже не мыши, это крысы какие-то там просто. Это просто пять сплинтеров, которые разрывают все на своем пути. Ну, а вот действительно Астралис не смерть-машина, а такой старый-старый жигулечек, который на один раунд пока проехал. Да, это карта датчан, друзья. Это выбор датчан. Ну что же, вот так вот Астралис. Ну, кстати, напоминают нам последний проигрыш от Na'Vi. Так, 3.18. Это не по раундам. Это что у нас? Общая статистика? Чудеса какие-то датские. Наверное, там 3.16. Ну, последний проигрыш на Мираже 3.18. Na'Vi. Что это? Напишите в чат, может быть, у нас. Кто-то что-то знает. Ну, да. Аналитики нам подскажут. Поджим ковров. Два дула. Там вообще никого очень такой вот неординарный раунд от Mousports. Дюпри, по идее, там не читается. Пошла яма. Четыре яма. Просто на морозе. А ей снова убирают. Как сразу же игрока на Апленте. Минус киарбай. Уже и коннектор подключился к этой атаке. И минус дал. И как-то к эригантам оффлешен. И что вытворяют Mousports? Они просто... Ну, вот я все пытаюсь подобрать слово помягче, но все не приходит. Я как придумаю, так и скажу. А, 18 марта. Вот что это значит. Вот так вот. То есть в марте последний раз Астралис проигрывали Мираж. А ты думаешь, что такое? Да что это за счет такой чудеса какие-то? Ну, смотри-ка. Действительно, когда-то и такой победной серии придет конец. А какой состав там был? Ну, вместо Керби, наверное, Кейджун Бище играл. В марте все-таки. И все, а так без замен. Ладно. Так, а вот и раунд откуда не ждали. 2 в 2, Дюпри, Девайс. Пришли, порядок навели. Это первый такой вот хороший раунд для Астралис, когда и в меньшинстве, и на ретейке. Ну, все-таки взяли, да, все хорошо. Но, опять же, в общем-то, все выглядит уже чересчур печально. Даже если будет 12-3. Вы понимаете, скорее всего, такую карту могут доиграть Mousport защитник. И там и Криджей когда-нибудь с АВП попадет один раунд из десяти. Настреляет, троих зацепит. Ну, это очень сложно. Я не говорю, что это там невозможно. В общем-то, просто нужно успешно начать, чтобы вот так обстоятельства сложились. А все-таки это все равно сложно. И пистолетка, и первые там форсы не отдать, и первый оружейный. Но все-таки 12 это круто. Это чересчур круто. Простой катки явно не наблюдается для датчан. Нужно выжимать из себя все соки. Все-таки уступать свой мираж не вариант. Хотя бы вот за три для начала. Ну, если честно, вот в Кельне все-таки Mousport меня не то, что расстроили, меня они очень расстроили. Я уже чуть ли не со счетов списал этих ребят, потому что такие надежды подавали. Но, как оказалось, на сильном чемпионате против сильного соперника как-то вот психологически, даже, возможно, больше психологически раскреялись, чем по тактикам. Да, ну, довольно забавно у них на E-League и те же Gamers 2, те же Face были в сетке Lashence. Они их прошли. Да, да, вот в том-то и дело, что все очень большие шансы возлагали на этих ребят, на их тимплей, на того же Ника. Ну, и как-то вот ровно все очень сильно провалили выступления на самом важном чемпионате. На E-League, пацаны, настроены. Все нормально у них. Так, а вот нам подсказал режиссер, конечно же, Диса, что Астралис проигрывали Нипам 23 марта. Все, наши режиссеры круче американских. У них 18 марта, последний проигрыш у нас 23. Ну что же, посмотрим Девайс. Вот хорошая позиция, как для поджима. В данной ситуации можно попытаться словить соперника. Не попадает там через дым. Там сложно было для выстрела в этой ситуации. А Денни забирает Кербай. Да что же это такое? А в итоге остается один Херриган. Его тут почему-то смоком не отрезали. В итоге Криже отдается. При этом бомба упала. Но два парня в центре. Ну, экзипник смог, конечно, двоих попытаться затушить. Но хотя бы так. Три в два. И есть маленький шанс, что Кербай с Девайсом вдвоем вот вырвы тут с дымах и развалит. Но два ВП с одной позиции очень маловероятно. Ну да. Ну да. Ну да. Девайс, кстати, сегодня вообще ничего не показывает. Это обычно один из самых ярких бомбардиров у Астралии. Самые жесткие щита у него. Ну, сегодня что-то там четыре фрага. Да. Вспоминая игру на мейджоре, даже проигранные катки Девайс всегда выходил в топ по статистике. И опять же, вот для тех ребят, кто там играл в фэнтези-тим, это был, наверное, один из очень важных игроков. А как его наклейка в цене взлетела? Да, Девайс вообще очень качественно отыграл мейджор, но мы видим, сегодня пока не включился. Как и вся команда Астралии, в принципе, 13-2 это очень неожиданный счет. Я думаю, никто не думал, что на своем пике, на сильном мираже дача они в дефе вообще будут никакущие. Ну что же, половина закончена, 15 раундов позади. Будем надеяться, что пистолетка все-таки подарит нам интригу в этом поединке. Ох, ну что же, лучшие моменты первой половины, но, если честно, мы еще, по-моему, вот даже вот комментаторы не разогрелись еще. Ника угорает просто с этой игры. Слишком просто, слишком смешно. Что там, тренера дают пятишки в приподнятом духе Моуспортс. Действительно, на этом турнире они очень ярко выступают. Ну пока что мы наблюдаем беззубых каких-то датчан, вот согласись, вот нету этого задора, нету этого настроя. Да, нет никакого фраг-лидера, кто бы хотя бы раунд вытащил. Вот все играют стабильно плохо и пассивно это оборона на А. И в центре вроде бы пытались повоевать минус три без шансов. Как будто это не их карта, вот выглядело так, как для защиты, слишком пассивно, слишком не тимплейно, слишком много ошибок. Вот просто позиционно всегда понимали Моуспортс, куда нужно выходить, как нужно разрезать пополам просто эту оборону. И если честно, я очень удивлен такой вообще грязной игрой на Мираже в исполнении датского коллектива. Много завязано было от центра, вот Керрига не попадал в ЗВП, мидл не контролился, Моуза туда ходили. Такое бывает, что у тебя в ключевых раундах какой-то вообще бред происходит, но в данном случае действительно в общем-то вот как-то вяло, как-то не собрано, не настроено. Может быть дальше, может быть дальше все пойдет, может быть даже во второй половине ребята все-таки зацепятся за пистолетки, за первые три там и пойдет и полетит. Ну, уже очень сложно. Да, камбэчить, конечно, со счета 12-3 есть вероятность, но опять-таки слишком уже много завязано на пистолетке, на девайсном. Но если Моуза тащили 7-0, почему бы Астралис в ответку 7-0 сейчас не завести? Ну, посмотрим, друзья. Также напоминаем вам, что второй четвертьфинал сегодня и последний вообще четвертьфинал на Элиге будет сыграно, по крайней мере, будет сортовать в 5 утра по Киеву и Москве. Все-таки этот матч будут показывать по американскому телевидению. Ну, это уже прайм-тайм, вечер в США, у нас уже это, можно сказать, раннее утро. Страйк и Слайм будут комментировать эту игру. Напоминаю, это будут Virtus.pro и NIP. И NIP, на самом-то деле, вот честно, я так подумал, что, в принципе, и одни, и другие могут выиграть этот чемпионат. Да, классный матч. У Нипов, особенно там после не совсем удачного выступления на мейджоре, они обидно отлетели в последней катке, нужно реабилитироваться. А вот поляки, начиная, наверное, еще со Старладера, вот как-то они вышли. И начали тащить, тащить. Вроде не все получалось, но форма набиралась, результаты появлялись. И последние пару месяцев ВП действительно показывают хороший КС. Ну, в общем-то, что говорить опытные игроки, знающие свое дело, знающие, когда нужно вовремя собраться, но это показали нам Virtus.pro. Ну, удивительно то, что на Элиге вот за счет отсутствия бразильцев появилась очень большая интрига. И, в принципе, для меня вот все эти четвертьфиналы, это как каждый отдельный финал. Знаешь, вот NIP, Virtus.pro реально могут выиграть и те, и те. Там полуфинал на следующей неделе на Ави Фнатик. В принципе, и те также могут выиграть чемпионат. Сейчас мышки как заряда. И эти могут выиграть чемпионат. Причем и Астралис, которые 2-13 проигрывают, могут собраться еще поточить. В общем, интересен плей-офф. А в это время Дюпри Энтри Килл в пистолетке. И пока все неплохо. Но Спиди сразу же отвечает. Выход на точку А. Деннис неплохо. Его не зажимают. А вот и вроде бы только-только начался камбэк на Деннис Крис-Джей. Крис-Джей сзади в коврах стоит. Прикрыл тоже с USP. Все отлично получилось. Но как бы 2 в 3. Тут вообще ровная ситуация. Посмотрите на позиции. А бомбу видела защита? Интересно. Бомбу нужно забрать сейчас датчанам. Игрок под номером 7. Это Спиди. Очень сильно помешает, по-моему. Он, походу, на бомбе сидит. Она что? Она под подсадкой в подвале? Внизу, да. Там нужно прыгать как-то, спускаться. Минута времени. Дюпри пошел за фрагом. Они идут воевать. Просто пусть биться. Его разводят, на самом-то деле. Он идет на двоих. Ну и ровненький минус от защиты. Дюпри не попадает по голове и оставляет Кербай одного. С Блоком в дистанции. Надо на Б бежать. Да. Ну, в принципе, Глок здесь может поставить. Уже поставил. Уже там нормальный. Набил по лицу. Да. На Б на Б перетягивается. Конечно, Мауза это понимают. Молодой, горячий игрок Астралис. Последнее приобретение команды. Ситуация 1 в 3. Короче, тут нужно быстрого Джо показывать. Быстро вырубать одного. Быстро вырубать второго. Как-то ставить бомбу. Быстро перетягиваться. Но вы понимаете, слишком много быстро. Окружили нашего быстрого Джо со всех сторон. Рука, лицо. Кербай точно не Джо. Да, в Дигнитус подающий надежды. Сумасшедший игрок. Переманили. Заманили за какие-то конфетки, вкусняшки, доллары зеленые. Ну, а в Дигнитус, наверное, все-таки все это время ржут. Потому что с того момента как-то не ладится у команды Астралис. Особенно не было возможности выделиться у Кербая слишком мало официальных турниров. Да, все ожидали, что будут давать. Ну, многие специалисты, эксперты ожидали, что с начала года пойдет рыбок. С тех моментов, как пришел зоник. И что летом они должны были уже быть в мировом топ-3 стабильным. Но этого нет. И опять же, есть тому ряд причин. Я думаю, минимум там до следующего мейджора есть время, чтобы разогреться к Ербаю компании. Ну, а тем временем уже дожимают сладких датчан сейчас мышки. Дают фраги. Датчан, Диглэ, Арморы на все деньги. Соответственно, закуп. Кстати, по поводу мейджора я вот еще не уточнил. Есть еще вариант, что его может не быть в этом году. Хотя информация не 100%. Ну, реально есть такой расклад. Ох уж этот гейб. Может, его уже отменили. Мало смотрят. 800 тысяч, что-то мало. Отменяем. Охрана, отмена. Но хотелось бы, чтобы все-таки прошел еще третий мажор в этом году. Очень сильно. И желательно где-нибудь у нас. Конечно. Это было бы вообще замечательно. Ну что же, пока что к зипниксу, ставший соло. Кстати, имеет неплохой шанс выиграть раунд. Захолдился под смоком с теком. Очень мало хп у Крис Джея. Ну, тут, кстати, вообще играбельная ситуация. Вы понимаете, времени куча. Сейчас быстренько побежать на АБ. Поверить в то, что ситуация прочитана. Отключить шифт и мозг. Как говорится, просто полететь. Но, увы-увы, мозг работает, напрягается и просто пытается по таймингу дождаться того момента, как защита разделится и станет 1 плюс 1. Что же, Спиди, он не уходит из джангла. Будет помогать Крис Джею, который очень-очень не вовремя за угол завернул. Но тут Кзипникс никак. Нет, Криджей как раз вовремя. Это хитрый подлый жук. И Кзипникс понимает, кто против него остался. Не вовремя для Кзипникса, а для Криджея все здорово. Ну, вот он ставит и между двух огней остается. И как бы инфа Криджей Ковре она была. Он про это знает прекрасно. Оттуда делал фраги Криджей. Вот он, кстати, и погиб. Потому что инфа по нему была. Позиция особо не поменялась. Значит, Дачанин молодец. Ну, тут, возможно, и нужно было саму Криджей как-то вот менять позицию. Но решил суперуверенно действовать. И спокойно Спиди Фомас лучше. ЮМП. Да, преимущество в девайсе, конечно, сыграло роковую роль. Мы видим 16 кп у Спиди. Будь там калаш, скорее всего, в тело демеджа бы хватило. Да, будь там такой же Фомас, там уже хватило. Если бы, конечно, ЮМП-шка была поближе. Ну, вот если бы в два раза была дистанция меньше. Возможно, ЮМП-шка выиграла эту дуэль. Но вы понимаете, как раз... Пока что салатик нарезают из Дачан. Бомба ставилась в панике. Бомба ставилась вообще лишь бы поставить как-то себе и как-то разыграть. Ну, и в принципе, хороший момент был для того, чтобы вытащить раунд. Просто не попал сразу в голову. Если бы пострелял бы в голову, он бы из ЮМП-шки его забрал. Ну, если бы Дачане еще в первой половине почаще стреляли в голову. Была бы другая игра у нас на экранах. Пока что Керриган отдается в центре. Есть инфа по Дюпри, бомба в коврах. Ну, лебединая песня уже, походу. Чувствую, скоро кому-то вот эту самую большую, чуть ли не одну из самых больших в мире зарплату урежут. Я говорю о команде Астралис. Ну, еще даст. Еще даст у нас на повестке дня. Все-таки карта довольно приятная. К ВиДжей разыгрался. Очень красивые минуса дает. Он еще перед матчем разыгрался. Он просто весь мираж попадает ужасно жестко. Если посмотреть на статистику, мне кажется, там более 95% попаданий с АВП. Это очень круто. Если не все 100. По-моему, он вообще все выстрелы попадал. Где-то успел промахнуться по-любому, но стата действительно впечатляющая. Вот тут забыли про Кьербае, который может выиграть раунд. Ситуация 2 в 2. Говорит нам, что не просто так его издигнет, астопериманили. И не просто так он здесь работает в Астралис. И является одним из лучших игроков Дании. Ну, что же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это голова с плеч. Некс. Минус по девайсу. Кьербае. Ну, нужен квадрокилл. Ой, я не могу не нарадоваться. КСГО эти все девайсы, которые раньше не работали. И мы все спрашивали, а зачем они вообще тут придуманы в игре. И шотганы, и фармганы. Это просто вот... И пистолеты. Это кайф один сплошной. Ну, что же. Ставится бомба в дымах. Что-то не может найти оптимальную позицию. Тем не менее, дают ему время мауспорс. Мы видим, скорее всего, сплитпушить пойдут. Некс вообще ушел там в кт-спаун. Зажался в углу. Он слышал соперника. И чисто вдвоем тимплейно пойдут выбивать. Ну, это мауспорс. Это вот европейский аналог флипсайд. Небольшой. Побежал, побежал через всю карту. Пока пацаны там своим слоуплеем выйдут с КТ. Ну, позиция бомб будет. Она, в принципе, либо сюда, либо на яму. В общем-то, все очень просто. ГГшечка на первой карте. 16-2. Абсолютно феноменальный и сенсационный счет на самом-то деле. Ну, что же. Те, кто ставил на команду Астралис. Вы, наверное, в шоке, ребята. Хотя, наверное, все в шоке. И те люди, которые болеют за маузов. И вот студия-аналитики, я не знаю, как они сейчас будут разбирать этот матч. Но это был разрыв. Мауспорс было тупо сильнее. Вот что я могу сказать. Причем, не делая никакой фантастики. Играет довольно простыми тактиками. Просто тимплейно. Просто спокойно. Астралис. Мышки хороши. Да, да. Дальше они разводят руками. Никто не понимает, как так произошло. Все в недоумении. Наверное, даже расстроиться не успели. Там, ну, как-то не пошла игра. Ну, такое бывает. Просто нужно теперь забыть этот результат. И настроить уже на следующую карту. Ну, а перед этим давайте послушаем наших аналитиков. Посмотрим, что хорошего они скажут о команде Мауспорс. И как же поругают Астралис за все это безобразие. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня только первый четвертьфинал. Совсем скоро вторая карта. Но, опять же, работать будут все. Уходим на короткую паузу. Продолжение следует... Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных поигрывателей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. Ворлд оф Тэнкс и Лига Легенд. Егэбэ точка ком. Ты точно знаешь, кто победит. Ворлд оф Тэнкс и Лига Легенд. Несмотря на то, что большинство